Доброе утро! Сегодня мне представляться не надо. Вы меня помните со вчерашнего вечера. Я продолжаю с той точки, на которой я закончил вчера. Что вот диаграмма Гершпун-Гарресова, или диаграмма спецсветимость, как ее стабилево называли в советской литературе, чтобы не называть сильно буржуазных ученых, она, с одной стороны, очень практичный инструмент астрофизики, который позволил измерять расстояние, пока не менее оценивать расстояние, скажем так, даже до тех звезд, на которых мы не можем померить геометрический параллакс. А с другой стороны, оно явилось загадкой для теоретиков. А почему? Почему, собственно, звезда не может иметь произвольное сочетание светимости и температуры поверхности? Или на другом языке, поскольку мы вчера уже успели поговорить о том, как астрономы могут измерять еще и массу звезд, вот на этой диаграмме массы звезд не нанесены. А если бы их нанести, то линии постоянной массы шли примерно вот так. Вот наше Солнце имеет светимость единицы и находится в классе G. Вот тут наше Солнце, и вот звезды все с массой Солнца примерно вот так. Звезды более легкие, чем Солнце, скажем, 1 десятая где-то здесь. 1 сотая, это вообще, говорю, уже почти не звезды, будем поговорить почему, вот где-то здесь. Соответственно, 10 масс вот здесь, 100 и так далее. Уже сама эта идея, что линии постоянных масс идут не вдоль главной последовательности, а поперек, она благополучно похоронила первоначальную мысль о том, что послед, главная последовательность, это трек движения звезды революционной, что рождается она как горячая и яркая, а потом тихо расстывает. Значит, чтобы двигаться вдоль главной последовательности, звезде нужно было бы сильно терять массу. Образовываться с массой в сотни тысячи солнечных масс и почти всю эту массу как-то растрачивать. Но реальные наблюдения показывают, что такой потери массы звезды не претерпевают. Да, звезды немножко теряют массу, очень немножко. Пока, по крайней мере, сидят на главной последовательности. Наверное, слышали о такой термине, как солнечный ветер. Наше Солнце дает не только излучение, из него потихоньку летят частицы. Ну вот современные прикидки показывают, что за всю свою жизнь на главной последовательности на солнечный ветер Солнце теряет примерно 1% своей массы. То есть в первом пограждении можно считать, что масса Солнца неизменна. Какую-то часть массы Солнце теряет за счет излучения. Энергия эквивалентна массе, поэтому, коль звезда излучает, ее масса тоже обязана за счет этого уменьшаться. Но эта потеря тоже очень маленькая, даже меньше, чем потеря на солнечный, ну или звездный, в общем-то, в случае, я говоря, ветер. Значит, звезда вдоль главной последовательности двигаться не может. Ну, значит, первоначальный вопрос, почему именно такая связь между температурой поверхности и светимостью, можно переформулировать, почему такая связь между массой и светимостью, или между массой и температурой поверхности. Ну, как вам удобно. То есть перейти к другим координатам. Если бы, опять же, эта связь между... все определяла масса, и была бы связь однозначная, ну, значит, ее надо было как-то найти, исходя из общих физических законов, все было бы хорошо. А тут связь явно есть, но связь какая-то очень хитрая, очень неоднозначная. И совершенно естественно, что ответ на вопрос, почему связь именно такова, он напрямую связан с еще более общим вопросом, а почему вообще звезды и Солнце в том числе светятся. То есть что является источником звездной энергии. Ну, если откатиться далеко в древность, когда люди еще не знали, что звезды, что такое звезды, этот вопрос ставится, естественно, только относительно нашего Солнца. Какой источник энергии могли придумать себе в древности? Они знали один источник энергии – огонь. Соответственно, первая, ну, еще не теория, а первая модель, будем так называть, еще не количественная, первая модель, первое объяснение, что такое Солнце, родившееся еще в древности, что Солнце – это большой костер, будем так говорить, большой пожар. Или, кому не нравится костер и пожар, это огромное раскаленное тело, вот, которое просто, уж не знаю почему, образовалось, я знаю, боги его создали, горячим, и оно теперь тихонько остывает, отдает свою теплость. На самом деле, обе эти гипотезы приводят к примерно одинаковому результату. зная, сколько энергии Солнце излучает, или на бытовом языке, зная, как Солнце греет. А греет оно примерно с мощностью полтора киловатта на квадратный метр. Все вы летом грелись на солнышке, и знаете, вот это ощущение, на тебя светит прямой лучи Солнца. Примерно так светит, как сейчас зимой, когда мы все мерзнем из-за плохого отопления, примерно так, как на нас светит инфракрасный обогреватель мощностью полтора киловатта с расстоянием в один метр. У кого есть? Видели, да, такой? Именно который не воздух нагревает, а именно темно-красным светом, инфракрасным излучением у вас направлено на грею. Вот простая такая житейская оценка, она близка к истине. Ну, там киловатт 400, в смысле 1,4 киловатта на квадратный метр. Значит, если мы помножим, зная расстояние от Земли до Солнца, чего древние сделать, конечно, не могли, помножим это на поверхность сферы с радиусом в одну астрономическую единицу вокруг Солнца, все это значит, перемножим поверхность этой сферы на мощность, приходящуюся на 1 квадратный метр, мы получим то, что астрономы называют светимостью Солнца, ну, а физики назвали мощностью выделяющейся Солнце. И эта цифра, легкая для запоминания, это 4 на 10, я, естественно, помню, не в тех единицах, значит, у нас теперь в 26, 4 на 10, 26 ватт, или по старому 4 на 10, 33 эр. Вот, астрономы по старинке держатся за старую систему СГС, она, в моем смыслах, удобнее, чем система СИ, придуманная для инженеров. Ну, и зная, сколько энергии дает хорошее химическое топливо, или какая теплоемкость бывает у реального вещества, ну, вообще говоря, у газа, потому что мы уже понимаем, что по температуре 6000 градусов ничем другим, кроме как газом, Солнце быть не может. И зная массу Солнца, по третьему закону Кеплера, вокруг него летают планеты, вычислить массу не составляет труда, мы можем рассчитать количество энергии, которое может выделить химическая реакция вещества с массой Солнца, какого-то самого хорошего топлива, допустим, если мы еще не знаем, из чего Солнце сделано. Или какая тепловая энергия содержится в нагретом теле с массой Солнца. И потом, поделив всю эту энергию на светимость Солнца, то есть на скорость расходования этой энергии, мы получим некую оценку времени, насколько Солнца хватит светить. Вот как бы мы ни считали, либо по химии, либо по теплоемкости, получаются оценки очень близкие, что-нибудь около 10 тысяч лет. В древних это вполне устраивает, потому что все самые распространенные мифологии, будем так говорить, космологии религиозные, редко кто придумывает более длинную шкалу времени. Обычно все это в 10 тысяч лет укладывается. Вот, значит, по еврейскому календарю сейчас 5500 какой-то год сотворения мира. По старому православному, который Петр I отменил, 7900, что ли, ну, что-то в таком духе, около 7 тысяч лет. Самый длинный календарь, говорят, у мая, вот, там этот год какой-то 11 тысяч чем-то, а после этого Солнце погибнет, вот это помните, в 2012 году все ждали по календарю мая, что наше Солнце кончится, и будет оно четвертое, а будет еще пятое, но это будет уже совсем другое Солнце. Там что-то около 12 тысяч лет этот период, вот, ну, в общем, 10 тысяч лет, которые получаются из наивного представления, что Солнце костер или Солнце нагретый камень, вполне хватает, то есть никого это сильно не волновало. Волновать это все начало где-то век в 19-го, когда уже закон сохранения энергии открыли, понятно, что просто так ничто не греет и не светит, нужно искать какой-то источник, и дополнительную информацию выдали географы и георгии. Географы сообразили, что вода в море соленая, а в речках пресная, потому что река, когда течет по суше, растворяет потихоньку разные минералы и несет их в море. А в море Солнце светит, вода испаряется, получается пар тучи, а соль остается в море. Значит, если мы знаем полный объем океанов, и мы знаем, сколько за год реки выносят воды в океан, и мы знаем, сколько соли в океане на литр воды, примерно 40 грамм, и мы знаем, сколько соли в речной воде, примерно 1 грамм. Кто пробовал на вкус дистиллированную воду совсем без соли, знает, что она такая, ну никакая. Мы пьем слабенький раствор солей. Когда их больше 1 грамма, мы уже чувствуем, что-то это вода солонаватая какая-то. Ну, до грамма, вот это наша нормальная водопроводная, она же речная вода. Это значит, что 40 раз примерно должна была бы вся вода океанов вознестись паром и опять выпасть дождем. то есть 40 раз реки должны были прогнать. А если мы знаем столько рек, в общем, все понятно, мы знаем, сколько на это нужно времени. На это нужны десятки миллионов. Еологи к этому времени узнали, с какой скоростью, опять же, солнце и ветер, ну, ветер и вода, а не было бы солнца, не было бы ни ветра, ни воды, разрушают горы. Превращают их потихоньку в песок, в щебень, в глину. И эта глина переносится с гор на равнину, и вот мы сейчас ходим по осадочным породам. Еологи примерно знали уже, вычислили, с какой скоростью эти осадки накапливаются. И оценка получилась очень похожая, что вот осадочный чехол, по которому мы сейчас ходим, ему возраст, ну, многие десятки, если не сотни миллионов лет. У нас, выйди в поле, камня не найдешь, правильно? Камень где-то там в глубоком глубине пару километров. А мы ходим уже по раздробленному камню, и раздробила его ветер и вода. Значит, нужно было искать новый источник энергии. Следующую хорошую гипотезу подкинули лорд Келлен и Герман Генгольц. Они сказали, что когда тело сжимается, выделяется гравитационная энергия. На школьном уровне, когда кирпич падает с десятого этажа и пьется об асфальт, он немножко нагревается. Его потенциальная энергия переходит сначала в кинетическую, а потом после остановки, после удара в тепловую. Вот так частицы Солнца, падая на само Солнце, то есть Солнце должно уменьшаться немножко в размере, вот, от этого оно разогревается. Чуть позже мы даже фармурку напишем на эту тему. И посчитали, сколько энергии могло бы выделиться, если бы Солнце, изначально бывшее очень большим, потенциально бесконечно большим, сжалось до теперешнего размера. И если предположить, что оно всегда светило так, как оно светило сейчас, как оно светит сейчас, насколько времени этой энергии сжатия, гравитационной энергии сжатия, на сколько времени ее хватит. И оценка получилась, опять же, очень благоприятная, что-нибудь под сотню миллионов лет. Ну, как хорошо, ничего искать не было. Но гипотеза Кельвина-Гельмольца очень недолго удовлетворяла ученых, потому что где-то в конце 19-го, начале 20-го века физики открыли новое явление, радиоактивность. А радиоактивность, ну, помните, да, историю ПВ, Кереля, урановые соли и все такое прочее. Потом радиоактивность, Мария Складовская, Керей, две Набуревские премии. С одной стороны, это создало новый источник энергии. Стало понятно, что атомная ядра является источником энергии, которая в определенных условиях из каких-то элементов может выделяться, как из того же радиоактивности. Говорят, что кубик радио, если его пощупать руками, он всегда тепленький. Щупать его, конечно, не надо, но он за счет, тем более, что в начале века не очень было понятно, откуда, собственно, эта энергия для Иисуса. Собирает радио из мирового пространства какую-то неизвестную форму энергии. То, что он при этом распадается, это еще надо было открыть. Но, с другой стороны, создали проблему. С помощью радиоактивного распада физики помогли геологам научились датировать горные породы. Горные породы, даже не обязательно сильно радиоактивные, всегда содержат небольшое количество радиоактивных элементов. И в тот момент, когда горная порода из магмы закристаллизовывается, прекращается ее обмен с окружающей средой. То есть, сколько досталось радиоактивных элементов, столько там и осталось. И теперь, в каждом этом затвердевшем колоне идет только радиоактивный распад. Радиоактивный распад от самых распространенных элементов урона ТОИ, ну, самых распространенных из радиоактивных элементов, это урона ТОИ, вот, заканчивается свинцом. Причем не просто свинцом, а вполне определенным дезотопом свинца, свинцом 206. Соответственно, если мы возьмем образец урона, содержащего минерала, проанализируем его тонкохимически, сколько там свинца, причем сколько изотопа 206, то мы можем по меню математику вычислить, сколько лет назад эта порода закристаллизовалась. И обнаружилось, что на земном шаре есть такие места, где прямо на поверхности вы можете найти камень, который закристаллизовался два с половиной, а то или и три миллиарда лет назад. это означало, что земле, как планете, ну вот никак не меньше этих трех миллиардов лет. Значит, места такие есть в Австралии, в Канаде, в России, на польском полуострове, там, где очень старые кристаллические породы выходят на поверхность. У нас такого камня не найдет. У нас все тут занесено очень сильно осаточной на породу. Земля, старше солнца, как-то в это не хочется верить. Значит, нужно искать новый источник энергии. Гипотеза Кельнина-Гернгольца совершенно никому не удовлетворяла. Ну, стоп, вот же есть радиоактивность. Может быть, солнце светится за счет радиоактивности. Но радиоактивностью обознают только тяжелые элементы, тяжелые ядра, то же самое радиоактивный, ура, той, того я там еще забыл, естественных радиоактивных элементов с длительным периодом распада. К тому моменту уже прекрасно было понятно, что эти элементы на солнце, если и есть, то уничтожны малых количеств. То есть списать выделение энергии солнца на радиоактивный распад оказалось невозможно. Кроме того, возникала другая проблема. Если бы даже их там было много, то секундочку, то тут картинка, не читайте надпись, а смотрите только на картинку, то мы знаем, что помимо самопроизвольного распада бывает у этих тяжелых элементов еще и цепная реакция. Нельзя собрать много урана в одну большую кучу, потому что она взорвется. помимо самопроизвольного распада бывает индуцированный распад. Когда одно ядро распадается, оно дает два сколка из середины таблицы Менделеева и дает два-три энергичных достаточно нейтронов, которые могут разбить два-три следующих ядра. и так далее. Чем дальше, тем быстрее получается атомная бомба. А для того, чтобы это дело не взрывалось, нам приходится, оно у нас обычно не взрывается, потому что в атомном реакторе стоят специальные регулирующие системы, довольно сложные. Если эти сложные системы отказывают или ими неквалифицированно управляют, мы получаем то, что мы получили в 1986 году на Чернобыльской реакции. Там не было атомного взрыва, но там оказалось достаточно приятно. Был паровой взрыв, реактор просто перегрелся, его паром разнесли. Значит, если бы звезды были основаны на реакции деления, то они бы не могли существовать, не могли бы, понятно, на звезде никакой регулирующей системы нет, они бы должны были быстро взрываться, как бомба. А не светить миллиардами лет, как они реально светят. Значит, нужно искать новый источник энергии. Новый источник энергии был найден где-то к середине 30-х годов 20-го века. Исходной информацией для этого источника для осознания возможности такого источника энергии явилось такое техническое усовершенствование в физике как массоспектрометрия. То есть способ, как можно очень точно измерить массу каждого атомного ядра. То есть нужно вообще атомы оболочки в данном случае не сильно мешают, потому что масса атомов ядра полет запустить свободный полет с известной скоростью, поместить его в магнитное поле, оно полетит по криволинейной траектории и по кривизне этой траектории или по тому, куда она в конце концов попадет, мы сможем в конце концов вычислить его массу точно. Ну и тут вопрос, который я обычно задаю студентам первого курса, они не сразу отвечают, потом на четвертом курсе, они все равно не отвечают. Почему, если посмотреть таблицу Менделеева, атомные массы не выражаются целыми числами? На первом курсе обычно говорят о том, что у атомов много изотопов. Что они относительно не относятся мои атомы с чрезвычайной большой, не говоря. Нет, природи распространены просто. Если оказывается, то есть ответ отчасти правильный, но если мы возьмем и очистим какой-то изотоп полностью и все равно его измерим, его масса, то есть масса разных изотопов разных элементов все равно не будет выражаться целыми числениями. Природи неравномерно распространены. А при чем то распространены? Мы... Не важно, не важно. Мы уже очистили. У нас уже нет отдельно каждого элемента, мы его разбили по изотопу. И измеряем их массу. Более того, кто очень внимательно учил химию, тот знает, что есть две шкалы масс. Есть так называемая углеродная шкала, в которой масса изотопа С12 самого распространенного принимается ровно 12,00. А есть кислородная шкала, в которой масса кислорода 16 принимается ровно 16,00. Так вот, в углеродной шкале кислород не получается 16,00. А в кислородной шкале углерод не получается 12. Отклонения очень маленькие, но они есть. Собака зарыта в небезызвестной формуле пить шкала, а в кислородной шкалах кислородной шкалах кислородной шкалах выделяется некоторая порция энергии. И вот эта порция энергии уносит, тут правильнее рисовать дельта. Дельта М в данном случае это так называемый эффект массы. Насколько сложенные вместе частицы оказываются легче, чем эти же частицы взятые по отдельности. И если теперь построить массу ядра, делённую на число частиц в него входящих, то мы получим, казалось бы, должно быть единица везде, то мы получим не пою очень хитрую кривую. Вот это у меня будет число входящих частиц L, а это масса поделить на L. и кривая это получится. Другой говоря, вот такая. Самый тяжёлый в этом смысле, самый тяжёлый атом, это атом водорода обычного, H1. Следующий по нему, за ним, это атом гелия, естественно, на 4. Дальше идёт литий, бериллий, бор, а вот тут начинается всё с углеродом. И самый минимум, где-то вот тут посередине, около железа. После этого кривая задирается опять вверх. Вот когда эта кривая была построена, стало понятно, что почему распадаются тяжёлые ядра. Потому что в некотором смысле энергетически выгодно из тяжёлого ядра, скажем, урана, где-то вот здесь находящего, получить два более лёгких ядра. А разница, вот это вот дельта М, она выделяется в форме энергии разлёта осколков, разлёта техней тронов, которые разлетаются и так далее. Но у кривой есть и другая сторона. Можно таким же образом спускаться от лёгких элементов к более тяжёлым. В первую очередь вот здесь. Вот оно в каком-то смысле решение, по крайней мере, идея решения проблемы. Помимо ядерного распада может существовать ещё и ядерный синтез. Тяжёлым ядрам энергетически выгодно разваливаться, на осколки, лёгким ядрам, по крайней мере, некоторым лёгким ядрам, энергетически выгодно сливаться, по-английски fusion, сливаться в более тяжёлые ядра. Причём самый большой скачок как раз от водорода до гелия. А именно водороды и гелия являются основными элементами, которые входят в состав звёзд. Смотрите, как здорово. И осталось решить уже мелкие технические проблемы. Во-первых, как заставить два ядра водорода, то есть два протона, два положительные заряженные частицы, как их заставить сблизиться настолько, что между ними начали действовать уже не только электростатические силы отталкивания, а начали действовать ядерные силы притяжения. Не будем сейчас вдаваться в подробности, да, откуда они такие берутся, это тема отдельной и очень интересной лекции. Но мы можем нарисовать следующий релик, который будет выглядеть примерно так. Энергия двух протонов, находящихся на расстоянии r. Если они находятся на бесконечности, энергию эту, естественно, принять равной нулю. Когда они приближаются, энергия оказывается положительна и соответствует закону Кулона. Это Кулоновское отталкивание. Два протона, сближенные на расстояние r, сюда, это вся нож сжатая пружинка. Ей хочется разлететься и совершить работу. У них положительная энергия. Но когда они сблизятся на очень небольшое расстояние, порядка 10 минус 13 сантиметра, между ними включаются другие силы неэлектрической природы, и эти силы являются силами притяжения. Значит, можно, если нам удастся сблизить два протона на такое близкое расстояние, то они могут слипнуться, и при этом выделится некоторое количество энергии. Значит, эту прибую можно посчитать, зная закон Улона, что знают даже школьники, и зная характеристики яберных сил, что намного сложнее, но, в общем-то, доступно физике. И можно посчитать, какая нужна температура для того, чтобы тепловая энергия Е порядка КТ, Т абсолютная температура, К постоянная пульсмана, чтобы тепловая энергия позволила двум протонам просто за счет теплового движения лететь настолько быстро, что сблизиться против сил Улоновских сблизиться на расстояние порядка 10-13. Посчитали. Результат неутешительный. Нужна температура в сотне миллионов градусов. Говорят, что когда, не знаю, кто это был, надо риться в литературе, когда человек, который впервые додумался о том, что ядерное слияние может быть источником энергии, делал соответствующий доклад на соответствующей конференции, ему сделали замечание. Тут же, значит, умные люди на бумажечке посчитали, и говорят, так, нужна такая температура, которой нет даже в центре Солнца. Он говорит, да, замечание правильное. Действительно, в центре Солнца слишком холодно для того, чтобы этот механизм наработал. Но, пожалуйста, покажите мне более горячее место во Вселенной. То есть, тот, кто первый до этого додумался, чувствовал недостаток этой идеи, но пока еще не знал, как ее преодолеть. Преодоление этой проблемы дала квантовая механика, которая говорит, что даже если энергия недостаточно для преодоления потенциального барьера, то тем не менее частица может оказаться по другую ее сторону. Потому что одним из результатов или одним из постулатов, вы как хотите, квантовой механики является то, что невозможно одновременно померить координату и скорость микрочастицы. Дельта Х на Дельта П, где Дельта П это неопределенность импульса, должна быть больше или равно той самой квантовой постоянной, которая в каждой квантовой задаче появляется. Значит, если мы представим частицу, которая налетает на потенциальный барьер, ну, допустим, она летит лоб в лоб. Тут один протон, а второй летит прямо ему в лоб. Значит, она как бы подымается по этой горке, не может подняться выше, чем ее энергия в КТ, которая меньше, чем высота барьера, я нулевой назовем, да? Спрашивается, какая будет скорость в момент остановки? Вы с разгона въезжаете на гору, в тот момент, когда вы достигаете высшей точки, чего равна ваша скорость? Нулю. А коль ваша скорость равна нулю, то ваш импульс равен нулю, соответственно, ваша координата становится весьма-весьма неопределенной. Значит, мы не можем рассказать, что частица у нас вот в этой точке. А мы должны говорить, что в этой точке частица как бы размазана по пространству и с некоторой вероятностью она может оказаться по другую сторону барьеры. Все это получило название туннельный эффект. Частица не перелазит через верх барьера, а как бы проходит через туннель в нем. Если бы не этот эффект чисто квантовый, не было бы квантовой механики, или постоянная планка была бы равна нулю, наше Солнце не могло бы светить. Туннельный эффект позволяет даже при температурах намного более низких, чем расчетные, позволяет с некоторой эффективностью термоядерным реакциям все-таки протекать. Но остается другая проблема. От водорода 1 до гелия 4, то есть чтобы сделать гелий 4 из водорода 1, нужно 4 частицы, 4 частицы. Можно прикинуть, с какой вероятностью одновременно в область размером 10-13 сантиметра слетятся 4 протона. Знать, какая плотность, какая температура, то есть скорость движения частиц в центре Солнца. И можно по теории вероятности рассчитать, с какой вероятностью в такой маленькой области одновременно соберутся 4 протона. Ответ получается обескураживающий. За все время существования Солнца, мы его еще не называли, но это уже понятно, что это миллиарды лет, из всего невероятного количества протонов ядер водорода, которые входят в состав Солнца, такая встреча четырех частиц одновременно в среднем должно было происходить примерно один раз. То есть за все время существования Солнца один раз четыре протона могли столкнуться и превратиться в ядро гелия. Значит, нужно придумывать поэтапный механизм, как ядро гелия собирается из четырех протонов. первым это придумал Ганс Бетте, ему там как-то помогал Георгий Гаммур. Поэтому соответствующий цикл соответствующий цикл О, да, нет, не то, не то, не то, извините, вот он, вот он, вот он, вот он, СНО-цикл, или цикл Бетте, как его называли. Для того, чтобы из четырех протонов получить одно ядро гелия, оказывается, нужно ядро углерода, которое последовательно ловит по одному протону. Это всегда может случиться. Долетает у вас ядро углерода вокруг уйма протонов, уйма водорода. Время от времени к ядру присоединяется один протон. Если получается ядро сильно протонно-избыточное, протон распадается на нейтрон и позиторон. Таким образом, углерод, вот начинается все с С-13, превращается в Н-13, потом в С-13 произошел распад, потом в Н-14, потом в О-15, наконец в Н-15 ловит последний протон и опять отщепляется ядро углерода и осколком летает на альфа-частица ядро, ядро гейли. Вот он механизм, в котором из четырех протонов можно сделать. Непоятность только одна, для этого нужен углерод. Если углерода совсем нет, то ему ниоткуда взяться и, соответственно, этот цикл не может идти. как оказалось, в конце концов, этот цикл реально существует и он реально ответственен за свечение звезд, но звезд, у которых выполнено два условия. Во-первых, это должны быть звезды, вы уже несколько лекций прослушали, это должны быть звезды не первого поколения, то есть звезды, которые не образовались напрямую после большого взрыва. В тех, кроме водорода и гелия, практически ничего не было. А во-вторых, это должны быть звезды достаточно массивные, чтобы в своем центре иметь высокую температуру. Какая связь между массой и температурой? Всякий газ имеет давление пропорциональной плотности и пропорциональной температуры. Гравитация, зависящая от массы, пытается сжать звезду, газовое давление пытается ее раздуть. Чем больше у вас будет масса звезды, тем большее газовое давление в центре и, соответственно, большую температуру эта звезда может выдержать. Вот оказывается, для того, чтобы активно пошел ЦН-цикл, нужна температура порядка 20 миллионов ратусов. В нашем Солнце немножко холодновато, по современным расчетам там 13 миллионов ратусов. Поэтому у нас работает более простой цикл, до него додумались тоже, хотя немножко позже. Вот, этот ЦН-цикл нарисован вот у нас в правой части. Встречаются два протона, бипротон неустойчив, он распадается на позитороны нейтрина, образуется дейтерон, или ядро тяжелого водорода, он ловит следующий протон, образуется ядро гелия-3, потом это ядро гелия-3, сливается с другим ядром гелия-3, два протона лишних улетают, и на выходе ядро гелия-4. Конечно, тут возможны варианты, может, конечно, встретиться ядро гелия-3 с дейтероном, может напрямую поймать ядро гелия-3, еще один протон, но это самая вероятная цепочка реакций, вот, причем самая тяжелая, самая медленная реакция, это реакция самая первая, и тот, кто поступит на физфак, надо же свой интерес соблюсти, порагетировать тех, кому еще поступать, тот будет понимать сразу, глядя на эту картинку, почему именно первый шаг этой реакции является самым сложным, самым медленным, там, в ходе нашей реакции появляется вот эта замечательная частичка нейтрином, а если в реакции участвует нейтрин, неважно, как исходный продукт или как результат, значит, эта реакция идет за счет так называемого слабого взаимодействия, оно потому и называется слабым, потому что вероятность этой реакции очень и очень невелика, вот, опять же, по современным расчетам, отдельно взятый атом водорода может существовать в центре Солнца примерно миллион лет, пока он, наконец, будет вовречен в этот цепь, но атомом водорода в Солнце настолько много, что каждую секунду находится достаточное количество, чтобы реакция протекала как раз с нужной интенсивностью, то есть стало понятно, что прямая протон-протонная реакция тоже может идти, проблема о том, что четыре протона не могут встретиться, она преодолима, и наше Солнце, как оказалось, светит именно в результате этой реакции, но сразу тут возникает следующая неприятность, то есть следующий вопрос, который требует настоятельно ответа. Смотрите, реакция пошла. Нужно ответить даже на два вопроса. Вопрос первый, для того, чтобы она пошла, уже нужно, чтобы вещество было горячее. То есть нужно уже разогреть, на то она и термоядерная реакция, в отличие от просто ядерной реакции деления. Значит, нужно найти источник разогрева. А вторая проблема, вот какая. Реакция пошла, пошла выделяться энергия. Коль пошла выделяться энергия, пошла повышаться температура. Пошла повышаться температура, барьер стал более тонким. Коль барьер стал более тонким, вероятность того, что частица под ним тунелирует, стала выше. Когда холодная термоядерная реакция вообще не идет, чем горячее, тем она идет активнее. Значит, реакция должна пойти в разнос. Чем она сильнее идет, тем становится горячее недра звезды, чем становится горячее недра звезды, тем сильнее идет реакция. Звезда должна, возвращаемся к той самой картинке со страшным грибом, звезда должна опять же взрываться, только теперь уже не как атомная, а как термоядерная, как водородная бомба, а звезды не взрываются. При том, что никаких компьютеров, операторов и пультов управления у нее нет, нужно придумать механизм саморегуляции звезды. Ответ на первый вопрос, в общем-то, не сложен, потому как как раз предыдущая гипотеза, гипотеза Кемлена-Генгольца, как раз очень хорошо дает нам подсказку. Да, энергии гравитационного сжатия недостаточно, чтобы звезда светила долго, но ее вполне достаточно для того, чтобы разогреть изначально звезду до вполне приличной температуры. Очень легко оценить, до какой температуры разогревается. Представим, что изначально у нас есть газовое облако. На предыдущих лекциях много говорили о газовых облаках, которые фрагментируются, сжимаются, из этого получаются звезды. Газовое облако большого радиуса R, стремящимся к бесконечности, сжимается, сохраняя свою массу, до маленького радиуса R, ну, порядка радиуса Солнца. Легко написать гравитационную энергию. Е, G, ну, порядка, вот этот значок означает, коэффициента не знаю, он меня мало сейчас интересует, да, может быть, двойка, тройка, полтора, не знаю. Но порядка G, N, на N. Это так называемый гравитационный потенциал. Меня всегда удивляло, почему в школе рассказывают про электрический потенциал, но не говорят слово «гравитационный потенциал», хотя это очень похожие поля. Школьникам читайте, что это кулоновское поле, там вы знаете, что такое кулоновское поле, да? У гравитационного поля у нас это же самое. Сила производная потенциала, соответственно, получается R в квадрате, а потенциал единица на R. И в этом потенциале находится сама масса M, то есть самогравитирующее тело, оно само сидит в поле, которое само и создаёт. Значит, у нас получается энергия порядка Gm2 поделить на R. И эта энергия может быть описана как теплоёмкость вещества на массу и на температуру. Забыли, что это энергия, сократили одну массу, поделили справа и слева на теплоёмкость. Вот у нас получилась простая оценка. Если масса M сжимается от большого размера до размера R, до какой температуры она нагревается? Подставьте сюда теплоёмкость идеального газа, массу Солнца и радиус Солнца, и вы получите температуру что-нибудь 10 в шестое. Причём это будет средняя температура по всему Солнцу. А всем же понятно, что средняя температура это как средняя по больнице. У кого-то 40, у кого-то уже 22. Соответственно, и у звезды в центре температура, конечно же, выше, а на поверхности существенно ниже. То есть если миллион средняя, то в самом центре может быть и порядка 10, и даже больше 10 миллионов. Вот оно, решение. Звезда образуется из разреженного протяжённого облака, ну, прежде всего, газового, достаточно пустого, дорогого облака. В ходе своего сжатия она нагревается до температуры в первые миллионные градусы, и в ней начинаются термоядерные эрции. Причём начинаются термоядерные эрции не с цикла Бета и не с протонопротонного цикла. Тут надо вернуться к вот этой вот картинке и обратить внимание на вот этот интересный пик. Литий, Берилли и Борн – это элементы, которые при высоких температурах неустойчивы. При обычных условиях это нормальные стабильные элементы. Но из-за того, что у них энергия связи меньше, то есть они более тяжёлые, чем должны были быть, им энергетически выгодно распасться на ядро гелия. Кстати, в водородной бомбе, страшная картинка, которая у нас была, в водородной бомбе выдав страшный стратегический секрет, нету водорода. В самом первом устройстве термоядерном, которое взорвали американцы, был жидкий дейтерий. Поэтому это была не бомба, это был небольшой заводик по производству служиткого дейтерия весом десятки тонн. И, собственно, устройство, которое было первым термоядерным, которое дало первые термоядерные взрывы, оно стояло просто на вышке на атолле где-то в Тихом Океане. И вот, значит, впервые была человеком вызвана термоядерная реакция. Бомбой это нельзя было назвать, потому что никакой ни самолёт, ни ракета всё это хозяйство поднять не могло. Вот. Водородная бомба на самом деле заряжена соединением дейтерия и лития. Дейтерий, понятное дело, вступает в термоядерную реакцию, а литий замечательным образом делится. Причём для того, чтобы литий разделился, нужна совсем небольшая, с точки зрения термоядерная, реакция порядка миллиона градусов. Вот, кстати, на этом и основано, помните, я прошла разговаривать, вот это звёзды, а это немножко не звёзды. Вот, на этом основан так называемый литиевый тест. Если это полноценная звезда, мы, наконец, в конце второй лекции о звёздах готовы определить, что такое вообще звезда. Звезда это массивное тело, в котором протекают термоядерные реакции. Если термоядерных реакций нет, то это и не совсем звезда. Так вот, получается хороший литиевый тест. У лития, как у всякого элемента, есть спектральные линии. Мы можем в спектре звёзд, или не звёзд, а подозрительных тел, эти линии наблюдать или не наблюдать. И если этих линий нет, значит, литий весь сгорел. Литий первым легко вступает в термоядерную реакцию. В нормальных звёздах лития крайне мало, потому что его изначально, после большого взрыва, очень мало. А в звёздах он ещё и сгорает, он делится. Это отдельная проблема, откуда он вообще в природе существует. Приходится придумывать довольно экзотические механизмы, как эти элементы группы лития-берилей-бор, как они вообще могут образовываться. Единственное, что могу сказать, что они образовываются не в звёздах, и поэтому не входят в тему моей сегодняшней реакции. Ну, кстати, можно зацепить и вопрос, а почему изначально лития-берилей-бор так мало? Почему после большого взрыва существует в основном только после первичного нуплеосинтеза существует только водород и гелий и очень мало тяжёлых элементов? В каком-то смысле работает то же самое соображение, что трудно встретиться многим частицам сразу. Нужно, чтобы к какой-то точке сборки прилипало по одной частице. Так вот, между гелиям-4 и литиям-6 есть дырка. Не существует стабильного ядра, сколько-нибудь стабильного ядра с массой 5. То есть для того, чтобы образовалось ядро лития, ядро гелия реально должно сразу поймать две частицы. Это крайне маловероятно. Поэтому лития в первичном веществе был, ну, лития-бериллия был, было крайне мало. А после этого, когда из этого образовываются звёзды, он ещё и сгорел. Поэтому водорода и гелия относительно много, ну, на Земле гелия мало, потому что он очень летучий, он убегает, водорода полно. Вот следующих элементов углерода, кислорода и так далее тоже много, а лития и бериллия относительно мало. Кто-нибудь видел, держал, имел дело с этими элементами. Сильно сомневаюсь. Ну, разве что бурная кислота, тараканов кровить когда-то использовали, но и она вышла из употребления. Довольно редкие, дорогие элементы. Значит, с начальным разогревом и кто зажигает термоядерную реакцию справились. Осталось решить проблему о том, почему звезда устойчива. И решение этой проблемы даст нам в значительной степени и ответ на вопрос, как звезда устроена внутри и как изменяются и характеристики с течением времени. Тут этот термин уже звучал в дискуссии между продвинутыми участниками. Виновата так называемая терема верера. Что это за штука такая? Вир – это сила по-латыни, а вереал – это что-то такое сильное. То есть ал – это понимаем это прилагательное образованное отсуществление. Что она гласит? Она говорит, что во всякой гравитационно связанной системе кинетическая энергия по модулю равна половине потенциальной. Потенциальная отрицательная система связана. Чтобы ее разорвать, надо над ней совершить работу. Но в системе есть движение. Соответственно, есть кинетическая энергия. Так вот кинетическая положительна. МВ квадрат она отрицательной не бывает. И она по модулю равна половине отрицательной потенциальной. Или полная энергия, которая есть сумма потенциальной и кинетической, она тоже отрицательная, иначе система разлетелась, полная с обратным знаком равна кинетической. Каждый из вас легко это может сам доказать. В простейшем случае, если он возьмет массу М, вокруг которой по круговой обиде летает пробная частица массы М маленькая, которая, впрочем, из конечного результата уйдет сократиться. Нужно посчитать потенциальную энергийную расстояние и кинетическую вычислить круговую скорость. Не буду сейчас на это тратить время. Всякие желающие за пять минут это сделают на листочке и увидят, что кинетическая как раз равна в точности половине потенциальной. И тогда мы можем нарисовать очень важный, очень симпатичный график. Это будет график полной энергии звезды массы М и радиуса М. Это у нас радиус М. Я нарисую потенциальную энергию. Потенциальная энергия как ее обозначает? Давайте П обозначим. П, которая равна У умножить на массу. А У пропорционально единице на Л. Значит, если у меня радиус Л, то вот такая у меня потенциальная энергия. А кинетическая энергия должна быть равна половине. вот эта прибавка это К, кинетическая. А вот это полная энергия Г. Хорошо? Хорошо. А теперь самое главное. Представим, что термоядерная реакция вне до звезды пошла с увеличенной интенсивностью. Полная энергия от этого будет увеличиваться или уменьшаться. Не бойтесь, тут честный вопрос без всяких провокаций. Если выделение энергии в ходе термояда увеличилось, значит полная энергия должна увеличиваться. Вот она моя полная энергия, она должна пойти вверх. Вот она. Правильно. Но она равна по модуле кинетической. Значит кинетическая энергия от этого что делает? Уменьшается. А что такое кинетическая энергия звезды? Это сумма кинетических энергий теплового движения всех составляющих ее частиц. значит если термоядерная реакция в недор звезды пошла с увеличенной интенсивностью звезда от этого охлаждается и расширяется заметьте что был у нас радиус 1 стал радиус то есть не здесь надо рисовать один радиус стал больше всякий газ при нагревании расширяется да? значит все получается автоматом если выделение энергии увеличилось газ от этого охлаждается и притормаживает притекание термоядерной реакции и наоборот наоборот если термоядерная реакция почему-то затухла затихла кончилось вещество которое горело звезда начинает сжиматься от этого температура возрастает пока не зажжется следующая термоядерная реакция а каждая следующая термоядерная реакция смотрим что у нас есть следующее следующее это преобразование гелия углерод литий бири или бон пропускаем они не могут образовываться по высокой температуре опять же та же самая проблема нужно встретиться трём альфа-частицам трём ядром гелия это маловероятно но к счастью есть нестабильное но всё-таки живущее какое-то разумное время ядро бериллия 8 возбуждённое состояние бериллия 8 вот когда сливаются две альфа-частицы там удивительная подгонка уровень энергии этого ядра как раз очень хорошо подходит для того чтобы слившиеся две альфа-частицы имеющие избыток энергии как раз образовали это возбуждённое ядро бериллия потом оно сбрасывает свою энергию в форме гамма-кванта превращается в обычное ядро бериллия обычно невозбуждённое ядро бериллия оно ловит третью альфа-частицу и вот он углерод если бы если бы резонансного уровня не было а его бы не было если бы чуть-чуть мировые константы были другими чуть-чуть постоянную планку поменять скорость света все уровни у всех атомов перекосились как-то нет уже этого уровня так вот реакция образования углерода из гелия просто не могла бы происходить а значит вселенная была бы немножко домой в ней тоже были бы звёзды но это были бы только звёзды главной последовательности которые собственно и жгут водород до гелия а красных гигантов не было и твёрдых планет типа Земли тоже бы не было потому что негде было бы образоваться более тяжёлым элементом а дальше а ну вот о чём ещё стоит сказать что каждой следующей реакции для того чтобы альфа-частица слилась с альфа-частицей нужна более высокая температура чем для слияния двух потоков понимаете почему заряд в бойках соответственно кулоновская энергия больше а энергия частиц по температуре Т всегда одна и та же КТ значит если у нас 2 до 2 К на К уже 4 то надо и температуру примерно в 4 раза поднять для того чтобы эта реакция протекала если реакция слияния протонов начинает хорошо идти по 10 миллионов градусов так будьте любезны 40 миллионов создать для того чтобы ядро уже углерода поймала следующую альфа-частицу превратилась в кислород нужно преодолеть еще более высокий барьер значит она еще более высокая температура и в каком-то смысле мы уже подошли к описанию эволюции звезд как только один одно вещество для термоядерной реакции заканчивается звезда начинает сжиматься поднимает в центре температуру и запускает следующую реакцию следующую 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 пока ее кто-нибудь не остановит и кто мне скажет сколько у меня еще времени у них комитета нет полчаса ну тогда тогда успеем замечательно тогда мы все успеем значит что я вам хочу показать вот он тройной альфа-процесс сливаются сначала две альфа-частицы два ядрогелия образуют три или восемь потом ловят третий ядер и вот он углерод следующие реакции вот они у меня на экране не то что у вас вот они следующие реакции вот слияние двух ядер углерода с образованием неона образование кислорода а потом кремнии ловят углерод серо аргон кальций титан и так далее до железа и вот она кривая которую я бы нарисовал где она вот она эта кривая только и то что она тут перелег как нарисована я рисовал вам массу а тут нарисована энергия связи вот он углерод водород самой низкой энергии вот он гелий вот на вот этом скачке энергии работают обычные звезды в том числе и наши а вот он литий вот тут где-то бериллий а вот наконец углерод из гелия может образовываться углерод потом кислород и так далее до железа а дальше кривая опять пошла вниз значит атомы тяжелее железа по такому механизму образовываться не могут это будет отдельный вопрос для нас откуда же они берутся кстати обратите внимание что все элементы которые стоят в таблице дальше дальше железа это элементы достаточно редкие и дорогие именно потому что их им трудно образовываться нужны специальные условия для их образования и вот еще одна замечательная кривулинка которая описывает распространенность элементов значит тут чем выше это логарифм количества атомов чем выше значение чем выше стоит атом тем более он распространен обратите внимание значит водород и ели самые распространенные элементы Вселенной их много литий берелий борт это в глубокой глубокой яме а дальше пошло кислород углерод азот вниз кислород вверх втол вниз вот такая вот чет нечет пила мы подошли к объяснению интересного факта почему четные элементы с четным номером распространены в природе всегда больше чем нечетные потому что они образуются последовательным присоединением альфа-частиц к одному бедному ядру или как вариант слияния между собой четных ядер внимательный слушатель тут же спрашивает а когда обхода вообще берутся нечетные элементы если образуется ядро в котором слишком много протонов вы знаете в начале во всех ядрах половину альфа-частица два протона два нитрона литий-6 два протона три протона три нитрона кислород 16 8 того 8 того а вот уже возле железа уже образуется выгодно иметь чуть-чуть больше нитронов железо 26 элемент имеет вес 56 значит на 26 протонов приходится 30 нитр значит если мы слепим два ядра более легкие получим ядро группу железа там где-то в котором будет поровну протонов и нейтронов то ему будет выгодно превратить ряд протонов в нейтроны то есть претерпеть бета-плюс распад выбросить позитроны сбросить лишний заряд какой-то протон превратится в один нейтрон а элемент станет на одну позицию в таблице меньше так образовываются нечетные элементы их мало вот причем железо опять же больше всех а дальше железо эта кривая катится существенно вниз вплоть до того что каких-то элементов там совсем мало висмут интересный элемент билл видите в конце написан висмут это последний элемент у которого есть стабильные изотопы дальше него только радиоактивные элементы бывают долгоживущие которые миллионы миллиарды лет изотоп живет но в конце концов распадается значит мы уже не поговорив толком о эволюции звезд уже затронули эволюцию химических элементов звезды как я вам обещал на первой лекции это те реакторы в которых образуются в которых образуются все химические элементы кроме водорода и гейли более тяжелые а поскольку мы сами по весу состоим и наша земля состоит в основном из более тяжелых элементов в первую очередь из кислорода по весу каждый из нас в основном состоит из кислорода с небольшой добавкой углерода совсем маленькой добавкой серой азота и прочего фосфора в основном мы сделаны из кислорода а кто сделал нам кислород его сделали нам звезды причем звезды не звезды типа нашего Солнца, а вот те самые красные герамиды. Оказывается, если температура растет к центру звезды, то интенсивность ремояденной реакции растет к центру звезды. Соответственно, в центре звезды водород в некоторых случаях может исчерпаться. Вот температура высокая, все хорошо, а гореть больше нечем. В свете того же описанного механизма саморегуляции звезда от этого начинает сжиматься. И температура в центре возрастает. До какой степени? Пока не выполнится условие горения водорода, но уже не в центре, а в сборе. То есть звезда обретает такую структуру. Это уже не частица, а это звезда. Вот в центре гелиевого ядра, в котором ничего не происходит. Это уже как бы прогоревшая часть. А на поверхности этого яда, в относительно тонком слое, все еще идет реакция превращения водорода в гели. Понятное дело, что масса вещества, вовлеченного в слой, получается больше, чем масса вещества, находившегося в центре. Значит, интенсивность реакции от этого возрастает. А чтобы увеличенное количество энергии отвести, звезде приходится иметь большую поверхность. Значит, звезда начинает, в центре ее сжимается, образуется плотное гелийевое ядра. На поверхности этого ядра продолжается горение водорода. А поверхность звезды увеличивается. Звезда потихоньку превращается в красный георг. В соответствии с линией равных масс, звезда вот откуда-то отсюда начинает перемещаться вот сюда. То есть становиться с поверхности холоднее, но зато дающей больше энергии, с большим блеском, потому что имеет большую поверхность. Иначе не выпустишь эту энергию. Если массы звезды достаточно, для чего? Чуть позже. Если массы звезды достаточно, после того, как водород совсем уже кончится, начнет сжиматься, ядро не может охладиться, оно подогревается, ну как корочка в духовке. Все ядро изотермично, имеет одинаковую температуру, сжиматься не хочет, его подогревает реакция водорода. Но когда водород кончился, еле ему ядра удеваться некуда, оно начинает сжиматься, в центре температуры опять возрастает. И если можно, запускается следующая реакция, тройной алфопроцесс, образование углерода из гелия. Соответственно, звезда при этом совершает такой, ну как бы, зигзаг. Она возвращается вот сюда, ближе к главной последовательности. Но скачок энергии от гелия до углерода намного меньше, чем от водорода до гелия. Как правило, этот зигзаг надолго не может, или это положение вот здесь вот, звезда не может находиться долго. Кончается уже и гелий, и она опять возвращается в углерод. Если масса звезды большая, она может много таких колебаний сделать. И мы такие эти звезды видим. Вот там между ветвью главной последовательности и ветвью гигантов, там не совсем пустое место. Там редкие, но звезды есть. Это те, которые как раз сейчас еще не решили, куда их не все сожгли, не дожгли. Быстренько дожигают всякие элементы, находящиеся от углерода до железа. Выход энергетический там небольшой, а звезды яркие, поэтому они расходуются очень быстро. И шансов поймать звезду, чтобы сейчас, в 2017 году она была именно там, хотя она там находится в случае миллиона лет. Но на главной последовательности звезды живут миллиардами. Поэтому звезд, которые как раз вот в процессе этих быстротекущих реакций, их очень немного. Но по ходу дела прозвучала такая фраза, если ничто не остановит, если сжиматься можно. Что может остановить? Остановить, опять же, может квантовая механика. Все тоже за отношение неопределенности, которые я писал. Дельта Х на Дельта П должно быть больше или равно постоянный тормоз. Когда вещество в центре звезды сжимается, на каждую частицу приходится все меньший объем пространства. Х, Дельта Х, то есть неопределенность, где эта частица сидит, становится все меньше и меньше. При данной температуре частицы имеют вполне определенный импульс. И неопределенность импульса не должна быть больше, чем сам импульс, скажем так. Значит, если вещество бесконечно сжимать, рано или поздно мы придем к состоянию, когда нам нужно нарушить это условие. А нарушать законы физики нельзя. Как это будет появляться? Это будет появляться таким образом. Газ, которого до сего момента мы считали идеальным, то есть он следовал закону идеального газа. В равно НКТ, где Н концентрация частиц на кубический сантиметр, К постоянная Больцмана, а Т температура. При дальнейшем возрастании Н концентрации у нас газ окажется более жестким, чем герой. То есть он будет оказывать большее давление. Если так мы рисовали, значит, что это? Это давление П, а это объем В, да? Обратную пропорциональность. Вот это идеальный газ. А при очень маленьком объеме кривая пойдет выше. Наступит явление, которое называется квантовое вырождение. Причем выродится, то есть этому процессу будет подвержен в первую очередь газ легких частиц. Мы должны четко понимать, что нет развезд, там нет атомов. Там есть атомные ядра. Там очень горячо, электронные оболочки с атомовобода. Есть атомные ядра, есть электроны. Причем энергия, по законам термодинамики, что у атомного ядра тяжелого, что у легкого электрона одно и то же. Порядка КТ. Соответственно, импульс электрона, ну, энергия это МВ квадрат пополам, а импульс это просто МВ. Импульс электрона оказывается меньше при равной энергии. Импульс электрона оказывается меньше, чем импульс атомного ядра. Поэтому соотношение неопределенности в первую очередь ограничивает сжатие электронного газа. И вот если масса звезды лежит в некоторых определенных пределах, то более жесткий электронный газ, вырожденный электронный газ, способен остановить сжатие. А коль сжатие остановилось, то не происходит дальнейшего нагрева. Не произошел дальнейший нагрев, не включается следующая термоядерная реакция. Эволюция химических элементов в данной звезде данной массы прекращается. Вот вроде бы по современным расчетам, я небольшой специалист в этой области, наше Солнце еще сумеет зажечь тройной альфа-процесс, то есть сможет синтезировать углерод. Но дальше дело не пойдет. То есть наше Солнце закончит как углеродно-кислородный белый каплик. Звезды, забежал вперед, извините. Звезды, в которых термоядерная реакция окончилась, потому что все, что могло сгореть, сгорело, а дальше вырождение электронного газа остановило сжатие и остановило дальнейшее повышение температуры, называются белыми капликами. Они у нас на диаграмме тоже есть. Это звезды, я кажется, уже успел сказать, в которых нет термоядерной реакции, они все, что могли, сгорели. Их называют звездами так по привычке. Это бывшие звезды. Звездные остатки, можно так говорить. То есть в рамках определения, что звезда это такое тело, в котором идут термоядерные реакции, то белые каплики и нейтронные звезды, вообще говоря, тоже звездами в полном смысле этого слова не являются. Но есть еще некоторые интересные подробности из жизни звезд. То есть будет ли все происходить вот так, как я описал, звезда образуется из протяженного облака, облака за счет гравитационной, джинсовской, тут звучало это слово неоднократно, неустойчивости, сжимается, в центре температура повышается, включается сначала литийевая реакция, она поджигает протон-протонный процесс, или, если звезда достаточно массивно, целен цикл. Живет долго на главной последовательности, причем, чем ярче звезда, тем меньше она живет. Светимость звезды примерно пропорциональна, звезды главной последовательности, примерно пропорциональна кубу массы. Понятно почему. Большая масса удерживает в центре более высокую температуру, при более высокой температуре интенсивнее идет термоядерные реакции. Соответственно, масса поделить на куб массы, получается единица на массу в квадрате. Время жизни звезды обратно пропорционально к квадрату массы звезды. Наше Солнце может жить 10 миллиардов лет, а более тяжелые, более горячие звезды сгорают быстро, за первые миллиарды, сотни миллионов, и даже за первые миллионы лет. Почему нет звезд очень большой светимости, если они даже когда-то и были, они все уже давно сгорели. А завтра уже не образовываются, просто газа уже столько нет, уже нет таких больших облаков. Все большое уже закончилось в нашей галактике. Когда сгорает водород, звезда раздувается, превращается в красный гигант. А когда красный гигант тоже оканчивает свое существование, внешняя очень разреженная оболочка у него разлетается. вот здесь нарисована тариктория, вот звезда главной последовательности какая-то, она уходит сначала в ветх гигантов, потом, возможно, совершает несколько таких зимзагов туда-сюда, и в конце концов сваливается, как-то вот так пунктиром, никто это не видел, но получается так, когда все заканчивается, сваливается в белые карлики. Но подробности этого процесса довольно интересны, и они зависят от того, как звезда устроена внутри. По-моему, у меня были несколько картинок на эту тему. Вот оно, наше Солнце. Вот наше Солнце – это типичная звезда середины главной последовательности. У него в центре есть некое ядро. Условно выделяемая область. Ядро никакой жесткой границы, какой-то принципиального скачка между ядром и соседней областью, у которой нет специального названия, нету. Но ядром условно называют ту область, где непренебрежимо мала вероятность термоядерной реакции. У нашего Солнца это первые где-то 25-30% радиуса. Дальше слишком холодно. Термоядерная реакция практически не идет. То есть вся энергия выделяется вот там в ядре, в самой горячей части. Дальше идет так называемая зона лучистого переноса. Радиоэтир зон. Там горячее вещество настолько прозрачно, что вся выделенная энергия прекрасно переносится излучением. Ну, излучению легко идти через прозрачное вещество. А горячее вещество всегда более прозрачно. Тут есть два обстоятельства. Во-первых, в горячем веществе меньше атомов. В очень горячем веществе атомов нет вообще. Если вещество остывает, начинают образовываться некие атомы. Может быть, сильно реализированы с неполными электронными оболочками, но уже атом. Грубо говоря, размер атомного ядра 10 минус 13 сантиметр, размер атома 10 минус 8. Атом для электромагнитной волны гораздо большее препятствие, чем атомная ядра. То есть более холодное вещество оказывается более непрозрачным. Вот у нашего Солнца на некотором уровне вещество оказывается до 100... Оно еще очень горячее. Это еще миллионы градусов. Но на некотором уровне примерно 0,6 радиуса. Вещество оказывается достаточно холодным, чтобы стать таким непрозрачным, что излучению через него уже трудно пробиваться. То есть звезда не справляется с отводом энергии путем лучистого перероса. Включается другой механизм передачи энергии – конвекция. Известный вам по кухне. Когда вы кипятите чайник, горячее вещество снизу поднимается в ремень. Значит, разогретое вещество из нижних слоев от границы радиационной зоны начинает просто механически перемешиваться, подниматься вверх и достигать почти поверхности звезды. Какое-то отношение имеет к эволюции звезд. Центр, наша центральная часть нашего Солнца не перемешивается. А внешняя облачка за счет того, что там есть конвекция, перемешивается, как супчик у вас в кастрюле на кухне. Соответственно, внешняя область имеет постоянный химический состав, то есть соотношение водород-гелия там постоянно. А центральная часть непостоянный, в центре интенсивно идет термоядерная реакция, соответственно, водород выгорает, повышается процент гелия. Это значит, что у нашего Солнца водород сначала исчерпается в центре и образуется слоевой источник. И наше Солнце станет гигантным. Когда оно станет гигантным, оно раздуется почти до орбиты Земли, оно съест Мерку и Венеру, а Землю, если не съест, то сильно поджарит. А Юпитер в Сатуре высушит. Но бывают звезды не обязательно такие, как Солнце. может быть, есть тут у меня картинка или нет, может быть, звезда, это красный сверхъерант, а кто еще есть? Ой, нету. Ладно. Тогда на словах. Из уже сказанного следует, что у нашего Солнца зона конвекции, зона перемешивания вещества только в поверхностных числах. Если мы возьмем звезду более холодную, чем наше Солнце, звезду, оттуда-то вот отсюда, из нижней части главной последовательности. У нее вещество все до самого центра более холодное, и, соответственно, может так получиться, что эта звезда полностью конвективна. Значит, что получится? У нее водород еще опарится не в центре, а одновременно во всей звезде. Слоевого источника не из чего образовать. Вся звезда горела-горела, и водород кончился. Значит, что произойдет со звездой в нижней части главной последовательности? Она тихо начнет сжиматься, поджигать ей нечего, массы не хватает, вырождение электронного газа, сжатие это останавливает при недостаточной температуре, звезда превращается в белый карлик, тихо остывает. То есть звезды нижней части главной последовательности в гиганты не ходят, они сразу сваливаются в белые карлики. И наоборот, звезда более яркой, чем Солнце, потерял, звезда более яркой, чем Солнце, может иметь сложную структуру, в которой одновременно вот красный супергерант, очень массивная звезда, она имеет многослойное строение и имеет много отдельных слоев, в котором идут отдельные ядерные реакции. Где-то ближе к поверхности водород, еще не до конца отгоревший превращается в елей, дальше там елей в азот, углерод, неон, магний, кремний, серый, в самом центре железо-никелевое ядро. Понятное дело, источников много, сжем все подряд, только в разных местах, светимость огромная, чтобы ее отвести, нужна большая поверхность, мы получаем звезду с предельно большой светимостью. Где они? Опять не туда побежал. звезда с предельно большой светимостью, вот она, сверхгигант, почти независимо от своей температуры, имеет светимость что-нибудь под 30-50 тысяч светимости Солнца. Больше просто не получается. Почему? Оказывается, вещество становится тем более прозрачным, чем оно горячее, но сколько не подогревая вещество, более прозрачным, чем некоторые пределы, оно не становится. И этот предел создают электроны. Очень горячее вещество, полностью ионизированное. Значит, это плазма. Это газ, состоящий из заряженных частиц. И теперь через этот газ должно идти электромагнитное излучение. Кто является более эффективным рассеем? Маленькая частица, и то, и другое, много короче длины волны, но она заряженная. Тяжелая ядерон, ну, хотя бы протон. Или легкий электрон. Заряд у них одинаковый. Идет электромагнитная волна, частица начинает совершать колебания. Коль она совершает колебания, она сама излучает волну. Правильно? Происходит рассеяние электромагнитной волны на частицах. Но спрашивается, кто будет сильнее колебаться в электромагнитной волне? Легкий электрон с единичным зарядом? Или тяжелый протон? Или еще более тяжелый? Естественно, электрон. Эффективность рассеяния электрона, так называемая Томпсоновская рассеяние, намного выше, чем интенсивность рассеяния электромагнитной волны на протонах или на тяжелых ядрах. То есть, сколько не нагревая вещество при данной плотности, его прозрачность уже уменьшаться не будет. Уже атомов нет, работают свободные электроны. Соответственно, если звезда хочет иметь светимость выше некоторого предела, то получается, что давление света, а свет тоже оказывает на вещество давление, может оказаться, поскольку светимость пропорциональна кубу массы, а притяжение пропорционально к первой степени массы. Значит, массивная звезда, имеющая высокую светимость, в какой-то момент достигает такой ситуации, когда на ее поверхности световое давление, даже на очень горячее вещество, на электронный газ, оказывается больше, чем сила притяжения. Звезда сама себя своим светом раздувает, она быстро теряет массу. Вот этот предел светимости был вычислен еще в начале века Эдингтоном, он так и называется, Эдингтоновский предел светимости. Ни в коем случае никакая звезда, как ни крути, не может продолжительное время светить намного ярче, чем этот предел. Мы видим верхний предел диаграммы Эхшпинга-Рейса. Ну вот, пожалуй, я рассказал почти все. А, нет, пропустил еще одну. Сколько у нас времени? Еще пять минут. Ну, наверное, тогда я не буду просто этот вопрос затрагивать, потому что в пять минут я его не уложу. Лучше оставлю эти пять минут для вопроса. А то, что я не успел вам рассказать, я не успел вам рассказать о том, как по спектру отличить... Помните, я риторический вопрос поставил, почему линии имеют конечную ширину, а ответа на него дать не успел. Ну, придется это использовать как рекламный трюк. Приходите на физфал, поступайте, и я вам расскажу со всеми необходимыми подробностями, почему линия не бесконечно тонкая, какие процессы ее могут расширить, и что из этого может получиться по астрофизике. В порядке, опять же, рекламного это самого получается очень красивая астрофизика. По профилю линии можно определить и количество элементов, и давление вещества, и даже магнитное поле, которое присутствует в этом звезде. В каком-то смысле половина астрофизики звездной делается именно по профилям линий. А сейчас я готов отвечать на вопрос. Откуда взялись элементы, которые в Солнце и в нас? Красивый вопрос, на него следует не менее красивый ответ. Эти элементы синтезировались не в Солнце, я сказал, что красный гигант теряет свою оболочку, оболочка разлетается в пространстве, и мы видим на небе это называется планетарная туманность. В центре маленькая горячая звезда, это бывшее ядро, которое только-только вылупилось из оболочки, а вокруг разлетающаяся атмосфера звезды. Это продолжается недолго, кинет 10 тысяч лет, поэтому их мало на небе, на все, то есть на дне. Очень немногие звезды как раз проходят через эту фазу. Но эта разлетающаяся оболочка обогащена тяжелыми элементами. Красный большой гигант умел их делать, он был массивный, там запускались реакции вплоть до железа, вот, и в своей оболочке он это сбросил в мировое пространство. А потом этот газ остывает, опять собирается в облака, из него образуются, хочется сказать слово, новые звезды, но говорить нельзя, потому что новая звезда в астрономии это термин. Образуются молодые звезды, и вот наше Солнце это такая непервичная звезда, она образовалась из того вещества, которое, по крайней мере, частично уже было переработано старыми звездами, которые переработали, взорвались, или сбросили тихую оболочку, обогатили межзвездную среду тяжелыми элементами, и потом из этого облака заново образовалось Солнце, вокруг него образовались планеты, на планетах завелись мы с вами. В поэтическом виде это звучит так, мы с вами состоим из пепла сгоревших звезд. Вот эти тяжелые элементы углерод, кислород, это как раз и есть то, что осталось от тех звезд, которых уже нет на небе. Вот. А отдельный вопрос, откуда берутся сверхтяжелые элементы, которые дальше железом. Они не могут образовываться спокойно в недрах звезд, равновесно, они образовываются при взрывах сверхновых. Для того, чтобы эти элементы образовывались, нужно затратить энергию. Если образование до железа, что с выделением энергии, то образование элементов тяжелее железа требует затраты энергии. Источником этой энергии опять оказывается гравитационная энергия. Когда звезда сжимается до нейтронной звезды, выделяется гравитационная энергия, вот она у нас выписана, уже стерли, ЖМ квадрат на Р, когда Р стремится, ну не к нулю, к 8 километрам всего лишь, у нашего Солнца 700 тысяч, а тут 8 километров, все нейтронные звезды примерно одинаковы. Вот. Величина гравитационной энергии, по крайней мере, в тысячу раз больше, чем гравитационная энергия Солнца. То и хватало на несколько миллионов лет, а это, значит, хватает на огромную светимость сверхновой на протяжении всего лишь несколько дней и день, месяцев. Но часть этой энергии может быть затрачена на то, чтобы синтезировались неравновесно. Понимаете, что нейтронная звезда не так, что холодная нейтронная жидкость получается. Получаются высокоэнергичные нейтроны. А энергичные нейтроны, они такие, они в любое ядро вклиняться и там застрянут и образуют тяжелые элементы. Поскольку нейтрон сам по себе неустойчив, ядро, в котором напихано слишком много нейтронов, нейтрон распадается, превращается в протон и электроны, электроны летают, а протон остается, образуется элемент следующий в таблице Бензилеева. И так раз за разом можно дойти и до золота, и до сверца, и до урана с половиной. То есть элементы тяжелее железа, потому и редкие, дорогие, вот, потому что они образуются только в довольно экзотическом процессе типа взрыва сверхновых. Так что если мы состоим из пепла гигантских звезд, то у кого есть кольца, сережки и прочие драгоценные металлы на пальцах, в ушах, они носят пепел сверхновых звезд. Звучит еще более романтично. Потому золото и такое дорогое. что его в природе довольно немало. Ну и прочие тяжелые, сверхтяжелые места. Еще? Такой вопрос. Я слышал, что Ваш звонок, хотя его будет сейчас на стадии горения довольно-таки плавного, но тем не менее движется. Да, естественно. И увеличивает свою... Потихоньку увеличивает свою светильность. А скажите, пожалуйста, о том словах, какой механизм постепенное исчерпание водорода в самом центре. поднимает температуру. и соответственно реакция наступает в более широкую область. Но пока водород в центре не полностью выгорел, этот процесс идет очень-очень медленно. Смотрите, главная последовательность, а не тонкая линия. Это все-таки размазанная такая полоса. Вот в течение этих миллиардов лет звезда потихонечку ползет от левого края последовательности к правому. Чуть-чуть, становясь чуть-чуть холоднее, в красную сторону смещается, и чуть-чуть ярче. На какие-то проценты. За миллиарды лет солнце там разгорело на 10-15%. Но когда водород в центре кончится полностью, этот процесс пойдет быстро. Вот тогда солнце начнет раздуматься в небо. А вообще, говорят, динозавры, в общем, трилобитам было довольно холодно. Солнце светило слабее. Все. Спасибо за внимание. Доброе утро. Сегодня мне представляться не надо. Вы меня помните со вчерашнего вечера. Я продолжаю с той точки, на которой я закончил вчера. Что вот диаграмма Гершпун-Гарысова или диаграмма спеццветимость, как ее стыдливо называли в советской литературе, чтобы не называть сильно буржуазных ученых. Она, с одной стороны, очень практичный инструмент астрофизики, который позволил измерять расстояние, даже, по крайней мере, оценивать расстояние, скажем так, даже до тех звезд, на которых мы не можем померить геометрический параллакс. А с другой стороны, оно явилось загадкой для теоретиков. А почему? Почему собственность звезда не может иметь произвольное сочетание светимости и температуры поверхности? Или на другом языке, поскольку вчера уже успели поговорить о том, как астрономы могут измерять еще и массу звезд, вот на этой диаграмме массы звезд не нанесены. А если бы их нанести, то линии постоянной массы шли примерно вот так. Вот наше Солнце имеет светимость единицы и находится в классе G, вот тут наше Солнце и вот звезды все с массой Солнца примерно вот так. Звезды более легкие, чем Солнце, скажем, одна десятая где-то здесь, одна сотая, это вообще я говорю уже почти не звезды, будем поговорить почему, вот где-то здесь, соответственно 10 масс вот здесь 100 и так далее. Уже сама эта идея, что линии постоянных масс идут не вдоль главной последовательности а поперек, она благополучно похоронила первоначальную мысль о том, что послед, главная последовательность это трек движения звезды революционной, что рождается она как горячая и яркая, а потом тихо остывает. Значит, чтобы двигаться вдоль главной последовательности звезде нужно было бы сильно терять массу, лететь. Вот как бы мы ни считали, либо по химии, либо по теплоемкости, получаются оценки очень близкие, что-нибудь около 10 тысяч лет. В древних это вполне устроило, потому что все самые распространенные мифологии, будем так говорить, космологии, религиозные, редко кто придумывает более длинную шкалу времени. Обычно все это в 10 тысяч лет укладывается. по еврейскому календарю сейчас 5500 какой-то год сотворения мира. По старому православному, который Петр I отменил, 7900 что ли, ну что-то в таком духе, около 7000 лет. Самый длинный календарь, говорят, мая, вот, там этот год какой-то 11000 с чем-то, а после этого солнце погибнет, вот это, помните, в 2012 году все ждали по календарю мая, что наше солнце кончится, и будет оно четвертое, а будет еще пятое, но это будет уже совсем другое солнце. Там что-то около 12000 лет этот период, ну в общем 10 тысяч лет, которые получается из наивного представления, что солнце костер или солнце нагретый камень вполне хватает, то есть никого это сильно не волновало. Волновать это все начало где-то век 19-го, когда уже закон сохранения энергии открыли, понятно, что просто так ничто не греет или не светит, нужно искать какой-то источник. И дополнительную информацию выдали географы и географии. Географы сообразили, что вода в море соленая, а в речках пресная, потому что река, когда течет по суше, растворяет потихоньку разные минералы и несет их в море. А в море солнце светит, вода испаряется, получается пар образовываться с массой в сотни тысячи солнечных масс и почти всю эту массу как-то растрачивать. Но реальные наблюдения показывают, что такой потери массы звезды не претерпевают. Да, звезды немножко теряют массу, очень немножко. Пока, по крайней мере, сидят на главной последовательности. Наверное, слышали о такой интернете, как солнечный ветер. Наше Солнце дает не только излучение, из него потихоньку летят частицы. Ну вот, современные прикидки, показывающие за всю свою жизнь на главной последовательности, на солнечный ветер Солнце теряет примерно 1% своей массы. То есть, в первом погружении можно считать, что масса Солнца неизменна. Какую-то часть массы Солнце теряет за счет излучения. Энергия эквивалентна массе, поэтому, коль звезда излучает, ее масса тоже обязана за счет этого уменьшаться. Но эта потеря тоже очень маленькая, даже меньше, чем потеря на солнечный, ну или звездный в общем случае, говоря, ветер. Значит, звезда вдоль главной последовательности движется, двигаться не может. Ну, значит, первоначальный вопрос, почему именно такая связь между температурой поверхности и светимостью, можно переформулировать, почему такая связь между массой и светимостью, или между массой и температурой поверхности, ну как вам удобно, то есть, перейти к другим координатам. Если бы, опять же, эта связь все определяла масса, и была бы связь однозначная, ну, значит, ее надо было как-то найти, исходя из общих физических законов, все было бы хорошо. А тут связь явно есть, но связь какая-то очень хитрая, очень неоднозначная. И совершенно естественно, что ответ на вопрос, почему связь именно такова, он напрямую связан с еще более общим вопросом, почему вообще звезды и солнце в том числе светятся, то есть, что является источником звездной энергии. но если откатиться далеко в древность, когда люди еще не знали, что звезды, что такое звезды, этот вопрос ставится, естественно, только относительно нашего солнца. Какой источник энергии могли придумать себе в древности? Они знали один источник энергии, огонь. Соответственно, первая, ну еще не теория, а первая модель, будем так называть, еще не количественная, первая модель, первое объяснение, что такое солнце, родившееся еще в древности, что солнце это большой костер, будем так говорить, большой пожар. Или, кому не нравится костер и пожар, это огромное раскаленное тело, вот, которое просто уж не знаю почему образовалось, я знаю, боги его создали горячим, и оно теперь тихонько остывает, отдает свое тепло. На самом деле обе эти гипотезы приводят к примерно одинаковому результату. Зная, сколько энергии солнце излучает, или на бытовом языке, зная, как солнце греет, а греет оно примерно с мощностью полтора киловатта на квадратный метр. Все вы летом грелись на солнышке и знаете вот это ощущение, на тебя светит прямой луч солнца. Примерно так светит, как сейчас зимой, когда мы все мерзнем из-за плохого отопления, примерно так, как на нас светит инфракрасный обогреватель мощностью полтора киловатта с расстоянием в один метр. У кого есть, видели, да, такой, именно который не воздух нагревает, а именно темно-красным светом, инфракрасным разлучением вас направлено на грею. Вот простая такая житейская оценка, она близка к истине. Ну там киловатт четыреста, 1,4 киловатта на квадратный метр. Значит, если мы помножим, зная расстояние от Земли до Солнца, чего древнее сделать, конечно, не могли, помножим это на поверхность сферы с радиусом в одну астрономическую единицу вокруг Солнца, все это значит перемножим поверхность этой сферы на мощность приходящуюся на один квадратный метр, мы получим то, что астрономы называют светимостью Солнца, ну а физики назвали мощностью выделяющейся в Солнце. И эта цифра легкая для запоминания это 4 на 10 я, естественно, помню не в тех единицах значит, у нас теперь в 26 4 на 10 26 ватт или по старому 4 на 10 33 э вот астрономы по старинке держатся за старую систему СГС она в множеом смыслах удобнее чем система СИ придуманная для инженеров вот ну и зная сколько энергии дает хорошее химическое топливо или какая теплоемкость бывает у реального вещества ну вообще говоря у газа потому что мы уже понимаем что по температуре 6000 градусов ничем другим кроме как газом Солнце быть не может и зная массу Солнца по третьему закону Кеплера вокруг него летают планеты вычислить массу не составляет труда мы можем рассчитать количество энергии которое может выделить химическая реакция вещества с массой Солнца какого-то самого хорошего топлива допустим если мы еще не знаем из чего Солнце сделано вот или какая тепловая энергия содержится в нагретом теле с массой Солнца и потом поделив всю эту энергию на светимость Солнца то есть на скорость расходования этой энергии мы получим некую оценку времени на сколько Солнца хватит